Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, новостями со Швейцарией. И сегодня наш сюжет будет очень необычный. Он будет посвящён теме, сколько стоит умереть в Швейцарии и какие есть методы захоронения. Интересна эта тема? Поехали вместе со мной! Недавно я познакомила вас с моей свекровью Розалин, и мы побывали у неё в чудесном саду. И там за чаем мы подняли тему смерти. И Розалин рассказала, как бы она хотела быть похороненной. И я от этой новости просто пришла в шок, потому что такой метод захоронения мне был до сих пор неизвестен. Я, конечно же, кинулась сразу в интернет штудировать информацию и выяснила, что в Швейцарии каждый второй выбирает такой метод захоронения. И, конечно же, я сегодня приехала специально на кладбище, чтобы объяснить вам и рассказать, как люди в Швейцарии выбирают быть похоронены. И речь пойдёт не о том, как они предпочитают умереть, потому что большинство швейцарцев предпочитает кремирование. И только малая часть желает быть погребённой в гробу, как мы к этому привыкли. Ну и в этом помещении, вот, заезжает туда, стоит гроб, где люди приходят попрощаться перед тем, как его захоронят. Вот, прохладно, тенёчек, море скамеечек, разных мест, где можно присесть. Естественно, пандусы для людей с ограниченным возможностью перемещения. Совет от Беата. Если вы в чужом городе захотели в туалет, идите на кладбище. Там всегда чисто и бесплатно. Ухоженное, чистое и красивое. Женя, посмотрите, какие прекрасные кроссовочки. Таня, ну а что? Таня, всё подошло. Слава богу, что мы в одном размере. Она себя подбирает по цвету. Смотрите, какой аутфит. Я-то дала вещи, а её задача подобрать. Всё, модница, модница. Моя тётя специалист по кладбищам, об этом вы узнаете чуть позже. Её очень удивило, что все дорожки заасфальтированы и между могилками идеальная чистота. На северную, вот, а смотрим дождь, и уже, думаю, всё, в следующий раз, потому что там не будет. Ну да, я помню тоже, где-то пошёл дождь, и мы не могли даже машиной проехать, потому что там везде какое-то болото, нет вот таких... Нет, ну тоже, конечно, есть дорожки, центральную аллею, и всё, но если вот так вот где-то внутри, а то... Ну, тоже семья пришла кого-то навещать. У каждого кладбища есть свои правила посещения, а также регламенты захоронения. На кладбище принято очень тихо разговаривать, вести себя очень вежливо. Дети, конечно же, не бегают, не кричат, всё очень чинно. Содержится кладбище с наших налогов, и ответственность несёт за кладбище Гимайнды. Смотрите, какая интересная штука. Люди, которые сами не ходят, а ходят при помощи ролатора. Здесь его паркуешь, и потом раз, и тихонечко сел направо, налево, а здесь припарковал своё средство передвижения. Каждая скамеечка здесь подписана, кем она предоставлена, какой спонсор её здесь поставил. Такие интересные здесь памятники. И везде в Швейцарии можно увидеть такие архитектурные излишества. В основном всё очень скромненько и одинаково. А здесь мы уже видим музыкант похоронен. Вот тоже красивый ангелочек. Радужные ветрячки обычно ставят деткам на могилку. На кладбищах есть разные зоны, разные могилы по разным ценам. Где-то можно самостоятельно ухаживать. И мы видим, что цветочки высажены по-своему на каждой могилке. Где-то всё в единой стилистике оформлено. И человек платит в Гимайнде определённую сумму. И Гимайнде выделяет садовника, который следит за каждой могилкой. И содержит её в одинаковом стиле. Очень красиво здесь сердечко выложено. А здесь, обратите внимание, сделали изгородь, забор. Много ангелочков. И, как мы видим по имени, Милош Костиш. Тоже видно, что у каждой культуры, национальности свои какие-то правила. Тут вот заборчиком огородились. Так, тоже вот Женя моя обратила внимание. Стоят леечки, ножницы, водичка. Никто ничего не забирает. И, естественно, не надо тащить с собой из дома, как в наших странах. Вот так. Здесь у нас идут обычные могилки. Обратите внимание, тишина, покой. И нету такого у меня здесь страшного чувства, когда заходишь вот на наше кладбище, и там такая энергетика, что там вот смертью пахнет. Я помню, в детстве даже боялась заходить на кладбище. А здесь я не знаю почему. Как-то так всё спокойно. То ли место такое. Посмотрите, какой вид прекрасный. Ещё церквушка, замок. И, как вы видите, всё урегулировано. Размер памятников у всех одинаковый. Да, он может отличаться по форме, по архитектуре. Но всё в единой стилистике. Здесь мы видим, да, розочками украшено кусок камня. Просто крестик. Впереди вон шарик какой-то, ангелочек, сердечки. Очень мне нравится. Посмотрите, какая сова своими руками сделанная. Вот какой красивейший памятник. И, видите, в основном все без фотографий. В крайнем случае, вот так вот лежит на месте. Но не у всех. Тоже красивый ангелочек. По форме могилок несложно догадаться, что здесь похоронены люди, которые лежат в гробу. Для урн есть маленькие участки земли, отводятся и стоят, естественно, они дешевле. Некоторые предпочитают урны хранить в стене. Некоторые забирают их домой. Но очень мало таких желающих. Если вам некогда ухаживать за могилкой и содержать ее в такой красоте, то можно договориться с гимайндой. Вам выделят садовником. И, оплатив 5-8 тысяч франков на 25 лет вперед, ваша могилка будет всегда ухожена. Любовь не заканчивается никогда. Вид такой прекрасный вокруг, да? Какая-то тишина, красота. Да, природа, цветы. И не от этой помпезности, как у нас. А надписи жуткие там. Да, да, да. И вот эти венки. Венки еще, да? Вот какое-то тоже удручающее состояние они. И очень много у нас запущенных, страшных могил. Люди там уже видно, десятилетними годами оно такое. Заросшее все. У Женечки вот такая вот подработка, да? Я расскажу. Подработка, что очень многие ее, допустим, знакомые, родственники, которые уехали в Америку, в Израиль, например, из Одессы. И они имеют такого человека доверительного, как моя тетя, которая смотрит за их могилками. В плане того, что приходит туда три-четыре раза в год, то листья опали, убирает листья. Да, то зарастает, там типа виноградом надо, весной, осенью особенно. То подкрасить оградку, то прополоть. Я уже прошу людей, они отдельно там деньги высылают, там сама не крашу, но просто плиточки меняют, там это будет когда-то со временем. Ну опять-таки, Женя следит за этим, в первую очередь для того, чтобы не было запустения, потому что если запущенная могила, есть возможность, что кого-то там перезахоронят, отберут место и так далее. Ну и есть все-таки родственники, которые хотят знать, что там у их родственников, конечно, уже остается, это про бабушки, про дедушки, молодежь уже, многие отказываются, они не знают этих родственников. Ну и Женя, сколько стоит вот такой в год уход за могилкой? Ну вот это 100 долларов. 100 долларов в год стоит уход за могилкой. Ну тоже для пенсионера хороший такой вот доход. Спасибо маминой подруге близко, которая уже 30 лет там. В Америке? В Америке, да. Свои родственники, там ее муж, бабушка, дедушка, мама, папа. Вот. И она нашла там людей, которые тоже бы хотели. И там у нас... Короче, у тебя клиентов достаточно. Да. Я это все начинала уже, 10 лет больше нет родителей, я это сама уже. Ну молодец, Женя. Причем она, Женя, очень ответственный человек, причем у нее нет машины, и она ездит на общественном транспорте. С тяпкой, винником. Да, со всеми инструментами, по общественным транспортам. Иногда в разные части города, но всегда фотографии высылаются, как все красиво, ухожено. Да, когда делаю такой ремонт, там покраска, плитка. Отчетность. Мало и не просит, ой, зачем, но я... Люди шлю деньги, они должны знать, что там все в порядке. Молодец, Женя, у меня очень ответственный человек. Ну это к тому вопросу, откуда у моей бедной тети, несчастной пенсионерки, деньги на путешествия и на другие радости в жизни. Все, с неба ничего не падает, все зарабатывается честным трудом, непосильным. Ну а впереди мы видим очень много каких-то сумбурно наставленных цветов и выбивается из общей стилистики это архитектурное сооружение. Что же это? А это и есть так называемый Геменшафтсграб, по-русски братская могила. Именно в ней хочет быть похоронена моя свекровь. И именно этот метод захоронения выбирает каждый второй швейцарец. Здесь похоронено много разных людей в одном месте. И цветы, которые вы видите, они стоят вокруг этого места и хранятся здесь они максимум 30 дней. Тоже касается и свечей, подписанных камушков, так как в братской могиле не положена какая-либо идентификация. Есть места, где можно ставить цветочки. Это будет стоить около 4000 франков. А есть места братских могил, где нет возможности даже принести и поставить цветок. А также отсутствуют имена захороненных там людей. вот эта вот штука откручивается и туда либо высыпается пепел, либо в урны складываются. И такая братская могила, где похоронено много людей в одном месте. А здесь написаны имена людей, которые в этой братской могиле похоронены. И обратите внимание, какое их количество. причем здесь они с 2011 года. И каждая колонна нет, вот еще 2015 есть, 2002. Вот, каждая колонна имеет определенную дату. Женя, да? Удивительно! 99 года, 2002, 2008. Представляешь, сколько тут человек и все в одном в этом месте. Видите? И, естественно, тут можно посидеть, поскорбить, повспоминать своих родственников. И здесь еще оставили свободные колонны, где можно точно так же нанести гравировку. Но не в каждой братской могиле люди предпочитают оставлять свои имена. Женя, ну как тебе такой обычай? Да, я бы так не хотела. Да? В братской могиле, честно говоря. Необычно, да? Такого у нас нет. Рассказывала, я все обо всем позаботилась. Здесь место, где люди просто сидят, вспоминают своих умерших родственников. Как видите, нету такого, как у нас, возле каждой могилки свои скамеечки, столик, где люди поминают своих родных. и я помню, в детстве у нас еще был такой обычай, когда на проводы все приходили на кладбище, приносили еду, и на каждой могиле был стол, стулья, и все родственники там обедали, и приносили пасху, яйца. Конечно же, уже, наверное, лет 10-15 такого нет. Люди приходят, поминают своих умерших родственников, а потом идут домой, и дома садятся, и поминальным обедом их вспоминают. Скажите, а как в ваших странах обстоят дела с этим вопросом? Есть ли еще этот обычай поминать родственников на кладбище, и приносить туда что-то съедобное, пасхи, яйца, конфетки? Тетя моя Женечка, чтобы не напрягать никого из родственников, уже подсуетилась, и на памятники бабули и дедули она уже выгравировала свое имя с датой рождения. Осталось только написать дату смерти. Ужас при одной только мысли, но человек заранее обо всем уже позаботился. Почему же швейцарцы выбирают такой необычный способ захоронения в братской могиле? На это есть несколько причин. Кто-то не хочет точно так же обременять своих родственников, которые разъехались в разные страны, в разные кантоны, и редко будут приходить и ухаживать за этой могилкой. Сейчас вам покажу братские могилы в разных кладбищах, кантонах, а в конце сюжета затрону тему детского захоронения. Кто-то хочет сэкономить деньги, чтобы не платить 8 тысяч франков за уход за могилкой плюс за место. Ну, а некоторые просто хотят быть в тишине и не хотят никаких посетителей, рыданий на могиле, и не хотят даже, чтобы имя было их написано на могиле. То есть ушли из этого мира и канули в лету, потому что считается, что память о умершем человеке остается в наших сердцах. Вот так выглядят семейные захоронения, где здесь на данный момент 10 человек. Семья. Такое место стоит 4000 франков за 4-х членов семьи и за каждое дополнительное место 2000 франков доплачивают. Так, вот так выглядит кладбище у меня в городе. Тоже видите, всё аккуратненько. Кстати, что это за ряд деревянных крестов? Сейчас посмотрим. Ммм, какой красивый, да? Смотри, 1880 года рождения и умер в 78-м. Больше 100 лет, кто меня спрашивал. Так, что у нас здесь? Тоже, посмотри, 1883 до 45-го. Тоже, видишь, сколько много людей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек здесь похоронено. Это совсем свежие все 22-го года и скромные крестики. Как выяснилось позже, не все хотят ставить памятники, тратить деньги. Достаточно просто поставить деревянный крест, опять-таки, по регламенту, по правилам этого гуглые места отводятся обычно для кремированных людей. Тоже все аккуратненько, красиво, одинаково размера памятники, достаточно большое кладбище. Да, смотри, это вообще свежее. И главное, что видишь, не пишут месяц, только год, 22-й год. и тут именно захоронение. Видишь, специальное приспособление, чтобы гроб... Это видно недавно вообще. Да, и видишь, это именно могилы, не кремированные. Там, где крестики, наверное, это могилы. Нет, посмотри, здесь прямоугольные, тут гробики, а кругленькие, это кремированные. А такого размера, они разных размеров тоже бывают, могилки. Это, видишь, это в прошлом году, 21-й год. Женя, это лук, так цветок декоративный. Вот в моем городе опять-таки общая могила, братская могила. Тут нет ни имен, ни дат, просто круг из деревянных досок. И сюда можно приносить маленьких ангелочков, некоторые камушки здесь подписаны, но ничего здесь больше нет, так как это захоронение крошечных новорожденных деток, либо деток, которые умерли, не родившись в утробе матери. И выстроено это все называется, как называется ангельское захоронение, ангельсграб. Вот еще один тип такой братской могилы. Вот камушек мы можем найти Эрик. Стоила такая могила нашему геманде 95 тысяч франков. Вот так все это выглядит. Ну, а так выглядит наша братская могила в нашем городе. Вот здесь то же самое написано, что только 30 дней после захоронения могут здесь находиться свечи, цветы, а потом они будут убраны. И вот так вот выглядит эта братская могилка. И здесь можно сидеть. Ну, а здесь имена тех, кто похоронен в общей могиле в братской. Опять-таки без каких-либо дат. Просто имена, чтобы можно было принести что-то и положить на табличку с именем. Вот такая вот история. Ну, а так выглядят обычные могилки одиночные для деток. И как видите, такими ветрилками украшают могилки детские обычные разноцветные радужные. Очень удивило, что в моем городе их так мало. Честно говоря, наше кладбище более какое-то запущенное, очень много сорняков и особенно удивило неухоженные детские могилки. Кладбище, конечно, всегда такое впечатление, но тут как-то спокойно, ухоженные, чисто. Поражают, конечно, вот эти, как Таня назвала, братские могилы, там, где люди даже не пишут. Это я не понимаю. Вот, ну вот опять-таки еще раз говорю, многие вещи, которые для меня вообще был шок, когда я услышала от свекрови, что она хочет быть так похоронена. А потом я начала читать информацию, вдаваться в подробности, узнавать, почему каждый второй в Швейцарии хочет быть похоронен в братской могиле. И, конечно же, чем больше вдаешься в эти подробности, чем больше узнаешь эти нюансы, тем более понятней становится этот народ. И уже так себе в голове думаешь, ну а что? Логично, некоторые просто хотят тишину. Никаких навещаний, никаких дат, никаких имен, он просто покоится себе с миром. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, для многих этот сюжет был тоже интересный и познавательный. Спасибо, что досмотрели его до конца. Ну а мы увидимся с вами завтра в новом сюжете, не таком грустном, как сегодня. Так что отличного всем дня, прекрасного настроения и до новых встреч. Пока-пока. Женечка, пока. Ну и немножко фото других братских могил, как они выглядят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok